Книга пророка Авдия Ведение Авдия Так сказал Господь Бог об Идоме. Весть услышали мы от Господа, гонец народам послан. Вставайте, поднимемся на Идом войною! Ничтожным я сделаю тебя средь народов, будешь ты презираем. «Дерзость сердца твоего тебя сгубила, о, живущий в расселинах скал! На вершинах ты обитала и говорил в своем сердце, «Кто не зринет меня на землю?» Даже если вознесся ты, как орел, даже если средь звезд гнездо себе свел, «И оттуда я тебя не зрину», — говорит Господь. «Уж не воры ли к тебе приходили иль грабители ночные, что ты так разорен?» Но они б украли, сколько им нужно. Если б сборщики винограда к тебе явились, разве б не оставили немного виноградин? Но всего Исава обыскали, все тайники его обшарены. Прогонят тебя во свояси союзники твои былые, предадут тебя твои друзья и будут помыкать тобою. Кто с тобой за трапезу садился, силки на тебя расставят. Скажут, он рассудка лишился. «Ведь настанет день, — говорит Господь, — когда я лишу Эдом мудрецов и рассудка народ на горах Исавы. Затрепещут храбрые воины твои, Тиман, и все жители горы Савовых будут истреблены. За убийство, за насилие над братом твоим Иаковом ты будешь покрыт позором, будешь истреблен навеки. В день, когда ты стоял и смотрел, как чужеземцы расхищают добро Иакова, чужаки входят в его ворота, делят Иерусалим по жребию, ты был как один из них. Если б ты не злорадствовал в тот страшный для твоего брата день, в день падения его, если б не смеялся над сыновьями Иуды в день, когда пришла к ним погибель, не глумился бы над ними, когда пришло к ним горе. Разве не ломился ты в ворота моего народа в день, когда он погибал? Разве и ты не радовался его несчастью в день его бедствия? Разве не тянул руку к его добру в день его бедствия? Разве не стоял на распутье, беженцев убивая? Разве не заключал в оковы беглецов в день беды? Но близится день Господень, день суда над всеми народами. Как ты поступал, так с тобой поступят, и падет расплата на твою голову. Как на священной моей горе вы, народ мой, пили, так народам всем без конца пить горькую чашу. И запьют они, упьются, и исчезнут, будто вовсе их не бывало. А на горе Сион сохранится остаток жителей. Гора эта будет святыней, и рот Иакова будет владеть прежним своим владением. И станет рот Иакова огнем, рот Иосифа пламенем, а рот Исава соломой. И сожгут они его, уничтожат. Никого из рода Исава не останется, ибо так предрек Господь. Они завладеют Негивом и горами Исава, Шифилой и страной Филистимлян, землей Ефрема и полями Самарии, Вениамином и Галаадом. Сыны Израилевы, живущие в Халахе, завладеют землей Ханаанеев до самой Сарепты. Выходцы из Иерусалима, живущие в Сефараде, городами Негива завладеют. Победители, взойдут они на Сион, чтобы судить горы Исава, и настанет царство Господа. Конец книги пророка Авдея Корректор А.Кулакова